В 2004-2005 год Кстовские нефтепереработчики становились победителями смотра конкурса среди дочерних обществ нефтяной компании «Лукойл» по вопросам охраны окружающей природной среды. В 2006 году предприятие награждено почетным знаком лидер природоохранной деятельности России. В 2007 году предприятие вновь стало победителем смотра конкурса. «Лукойл» Нижегород нефть «Орксинтез» выдерживает самые современные стандарты, используя самые передовые природоохранные технологии. Предприятие «Лукойл» Нижегород нефть «Орксинтез» находится рядом с городом Кстова, неподалеку от Волги. Из главной реки России берется вода для технологических процессов, и в нее же возвращается очищенная. Близость нефтеперерабатывающего комплекса к городу и другим поселениям, сельскохозяйственным угодием к поверхностным водным источникам диктует повышенные требования экологической и промышленной безопасности. В 2003 году предприятие прошло сертификации по международному стандарту ИСО-14001. Для значительного уменьшения выбросов была изменена схема приготовления моторных топлив, что позволило отказаться от эксплуатации всех промежуточных резервуарных парков смешения. Большая работа проведена по улучшению качества очистки сточных вод. Реконструкция установок позволила очистить шламы накопители и пруды-отстойники общей площадью 12 гектаров, вывести из эксплуатации 6 нефтеотделителей и 4 нефтеловушки. Аналогичные работы были проведены на системах оборотного водоснабжения, что позволило обеспечить нормальную работу предприятия без двух водоблоков и 25 градирин. Теперь всем правилам экологической безопасности соответствуют резервуарные парки товарно-сырьевого производства. Реконструированы железнодорожные эстакады, ликвидированы полуподземные резервуары и насосные по перекачке нефти, светлых нефтепродуктов и сточных вод. Все эти мероприятия являются частью большой экологической программы. К ее реализации на предприятии подошли комплексно. Параллельно ведутся работы по снижению выбросов в атмосферу, сокращению объемов водопотребления, улучшении качества, возвращаемой в Волгу воды. Удельные выбросы в атмосферу с производства Лукоил Нижегороднефть Оргсинтез по сравнению с 2000 годом сократились почти в 2,5 раза. Втрое меньше теперь образуется сточных вод. В 13 раз меньше берется речной воды для производственных нужд. И сегодня при переработке одной тонны нефти расход воды составляет всего 30 литров. Квалифицированный и знающий персонал – основа безопасной безаварийной работы сложных производств по переработке нефти. На заводе создан современный учебный центр, оборудованный тренажерами, наглядными пособиями, макетами. Все это необходимо для обучения всем профессиям нефтепереработки. Внедренные на предприятии международные стандарты экологического менеджмента, промышленной безопасности совместно с действующими стандартами качества позволили создать на предприятии единую систему менеджмента и встать в один ряд наиболее экологически безопасных предприятий не только России, но и мира. Жизнь любого предприятия – это не только новые технологии, программы по реконструкции, модернизации предприятий. В первую очередь люди, которые работают на заводе, и создать для них хорошие условия труда, условия комфортного отдыха, а также хорошее медицинское обслуживание работников предприятия. Вот те задачи, которые не менее важны, чем экономический показатель работы предприятия. И мы их успешно решаем. Трижды Луков Нижегороднефтьорксинтез становился лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В социальной политике не бывает мелочей. Например, на работу и обратно сотрудников доставляют автобусы к стовского пассажирского автопредприятия. На рабочие места доставляется питьевая вода, соответствующая всем санитарным нормам. В четырех столовых и в кафе-столовый Луковка организовано питание сотрудников. Все работники имеют полис добровольного медицинского страхования, что гарантирует им предоставление медицинских услуг в ведущих медицинских учреждениях области. Обследовать и поправить свое здоровье нефтепереработчики и члены их семей могут в новой поликлинике, оснащенной современной диагностической и лечебной аппаратурой, и в санатории-профилактории. Кроме того, предприятие обеспечивает отдых, путешествия, экскурсии и санаторно-курортное лечение, а при уходе в очередной отпуск каждому работнику выплачивается лечебное пособие. Женщинам, семьям с детьми, работникам, уходящим на пенсию, выплачивается пособие и компенсации. А молодым специалистам еще даются и беспроцентные суды. Работа с молодежью в Луково-Нижегороднефть-Орксинтез направлена на формирование личности, способной на высоком профессиональном уровне решать поставленные задачи. Для подготовки будущих специалистов, повышения квалификации персонала, предприятиям заключено более ста договоров с различными учебными заведениями, среди которых основные профильные вузы. Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Институт нефтяного и газового бизнеса, Нижегородский государственный технический университет. Интересы молодых работников на предприятии представляет Совет молодых специалистов. Особое внимание уделяется ветеранам завода, тем, кто строил и завоевывал славу одного из лучших нефтеперерабатывающих предприятий страны. Постоянно действует Совет ветеранов, который организует рабочие встречи с руководством предприятия, праздники, экскурсии. Неработающим пенсионерам и инвалидам установлены ежемесячные доплаты к пенсиям, выделяется материальная помощь на лекарства, предоставляется право на медицинское обслуживание, оплачиваются путевки в санаторий-профилакторий. А к государственным и профессиональным праздникам ветераны получают подарки. Работники предприятия через негосударственный пенсионный фонд «Лукоил Гарант» участвуют в накоплении средств на будущую дополнительную пенсию. Предприятие оказывает помощь Кстовскому нефтяному техникуму, школе номер 6, которая недавно стала дипломантом общероссийского конкурса «Школа социального партнерства». Конечно, не остаются без внимания заводчан-дети-сироты из детских домов и интернатов Кстовского района. Также предприятие помогает детской спортивной школе «Бокса». «Лукоил Нижегороднефтьорксинтез». Городообразующие предприятия и большинство нефтепереработчиков живут в Кстове. Поэтому завод не может оставаться в стороне от городских проблем. Проведена работа по благоустройству центральной улицы Кстова. К 50-летию предприятия выполнен капитальный ремонт Дворца культуры нефтехимиков. Дорогие заводчане, я искренне рад сегодня поздравить одно из старейших предприятий нашей Нижегородской области Кстовский нефтеперерабатывающий завод с 50-летием со дня его основания. Сегодня он изменил свое название и называется «Лукоил Нижегороднефтьорксинтез». Сегодня является одним из самых мощных предприятий области и устойчиво обеспечивает наш бюджет крупными финансовыми поступлениями. Только в 2007 году было перечислено во все виды бюджетов более 7 миллиардов рублей. Это позволяет нам решать многие социальные задачи, в том числе обеспечивать реализацию мощнейших национальных проектов. Кстовчане здесь получают хорошие рабочие места. Одновременно с этим город благоустраивается. Город становится уютнее, приятнее. И все это делается вашим коллективом. Мы сегодня, испытывая очень большую нужду в инвестициях, гордимся тем, что на вашем предприятии реализуется один из мощнейших инвестиционных проектов. И я хотел бы, чтобы, используя этот пример, мы все больше и больше желающих инвестировать имели на берегах Волги, на нашей территории. Я рад сегодня поздравить и ветеранов, и нынешние поколения заводчан с полувековым юбилеем. Пожелать вам всем здоровья, удачи, всего вам самого доброго. 30 марта 2008 года был введен в эксплуатацию новый объект. Это установка визбрекинга Гудрона, назначение которой увеличение производства дизельного топлива. Этот проект был признан приоритетным для Нижегородской области, а для заводчан это первый этап в реализации проекта глубокой переработки нефти. Утвержденная руководством компанией «Лукойл» генеральная схема развития «Лукойл» в Нижегороднефть-Орксинтез до 2017 года будет реализована в три этапа. По сути, речь идет о втором рождении предприятия. На первом этапе, который начался в 2006 году и окончится в 2010-м, будут построены установки комплекса каталитического крекинга. Использование крекинг-процесса позволит удвоить производство автомобильного бензина, вести его качество до требований стандарта Евро-4. уменьшить выпуск мазута. По значению объема капитальных вложений, результатом, которые будут достигнуты, это сравнимо со строительством нового завода. Задача второго этапа – увеличение мощности завода до 20 миллионов тонн переработки нефти в год. Уже через пять лет появится новая установка первичной переработки нефти мощностью в 8 миллионов тонн. Установка гидроочистки дистиллятов, которая будет перерабатывать не только прямогонные, но и дистилляты вторичных процессов. Установка L3511300 будет переведена под процесс изомеризации. Также в технологическую цепочку будет включен новый реформинг мощностью 600 тысяч тонн. Кроме того, будет проводиться масштабная реконструкция и строительство объектов общезаводского хозяйства, энергетических объектов, инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры. Цель заключительного этапа – увеличить глубину переработки до 90%, то есть обеспечить практически безостаточную переработку. В итоге почти вдвое увеличится выпуск евробензинов и дизельного топлива по стандарту Евро-5. Таким образом, Лукоил Нижегороднефтьорксинтез выйдет на лидирующие позиции не только в России, но и в мире. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, 2008 год для Лукоил Нижегороднефтьорксинтез – юбилейный. К своему 50-летию завод пришел с хорошими результатами. Сегодня мы входим в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. С 2002 года, с момента вхождения в компанию Лукоил, ведется реконструкция действующего производства. Благодаря сделанному, наши топливо и масла соответствуют европейским стандартам. Битумы намного превосходят требования российских ГОСТов. В 2007 году начато строительство комплекса глубокой переработки. Это один из крупнейших в России проектов нового строительства. Ничего и сказанного невозможно без профессиональных, преданных своему делу специалистов. И сегодня, в канун юбилея, хочется сказать слова искренней благодарности нашим ветеранам, чьим трудом рос и развивался завод. Можно сказать спасибо коллективу предприятия, нашим партнерам, чьим трудом он растет и развивается сегодня. Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем Лукоил Нижегород-Нефтьероксинтез. Желаю вам здоровья, успехов в ваших добрых делах и начинаниях. Субтитры создавал DimaTorzok